И привозили сюда еще концертную программу, не лет там, дважды были, а я, если честно сказать, впервые, так вот мне не повезло. Но я очень-очень рад, что попал сюда, потому что первое, что мы хотим сказать от всего коллектива, большое спасибо президенту и его команде, которые помогли нам, в первую очередь они нам помогли. И мы так счастливы, честно сказать, мы всегда говорим, что наши братья-татары помогли нам со светом, помогли нам с автобусом, помогли с креслами, которые у нас появились в зале. И сейчас наш бывший клуб НКВД превратился хотя бы в театр, потому что очень-очень сложно было все это время как бы не иметь света, не иметь всего, самого элементарного, потому что там даже карманов нет для того, чтобы хранить карас. Поэтому Азахас, Девушка-вечта, это самое, это азербайджанское произведение, и мы, которые любят наш народ, это в прошлом году исполнилось 100 лет со дня появления этой пьесы Ашин Малалан, и мы специально, в общем-то, это поставили, и наш народ любит очень это произведение. Я считаю, что «Бессмертная музыка» Гаджибекова и абсолютно наивный и такой симпатичный сюжет, он просто всегда всех умиляет, и мне кажется, что деньги есть-есть, это всем очень нравится. Люди старшего поколения наверняка помнят фильм и наверняка знают это произведение, и я так думаю, что сегодня мы постараемся, по крайней мере, порадовать нашу публику, которая придет на нас посмотреть. В 50 лет, когда у народа идёт театр, то, естественно, драматургов не должно было появиться. Я корреспондент газеты «Бизнес онлайн». В Казани существует своего рода проблема, когда татарская аудитория не очень охотно ходит в русские театры, а русскоязычная тоже не очень охотно посещает русские театры. Существует ли такая проблема в сфинфировке, как она каким-то образом решается, ли она? Дело в том, что я так думаю, что у вашего зрителя есть выбор. У вас несколько театров, правильно? У нас всего один. И поэтому каждый раз, когда премьеры, это для нашего народа праздник. И всегда приходят, и всегда поддерживают. И вот работают. Вы знаете, нет, к сожалению, у нас синхронного перевода. Покупали когда-то какие-то аппараты, потом они что-то оказались некачественные, и так отпала эта ситуация. Но я вам скажу по своему наблюдению, у меня очень много русскоязычных друзей. И они всегда говорят, ну давай, там, премьера, приглашай. И я начинаю кратко рассказывать о том, что там происходит. Они приходят, я говорю, ну как, поняли, они говорили, не надо было рассказывать, и так все понятно. И по большому счету, если сюжет знаешь, то язык искусства не обязательно же переводить. Мы же ездим на фестивали, тоже смотрим разные спектакли, иногда бессинхронно, и все понятно. То есть, ну, вот так у нас вопрос поставлен. Да, я хочу, пожалуйста. Да, еще один вопрос. Вот среди партнеров вашего театра на официальном сайте, значит, союз театральных деятелей Украины. Вот, поддерживаете ли вы по-прежнему творческие и организационные отношения с коллегами по Украине? Скажите, пожалуйста, творчество может помешать политика? Ну, это нет. Друзья, как мы, они остаются всегда друзьями, правильно? Если они настоящие. Ну, я так думаю, что от вопросов есть еще один. То есть, мы не обратились. Спасибо.